Здравствуйте! С вами Марина Романюк, ведущая программы «День города». Вместе с моими коллегами расскажу о событиях среды. Смотрите в выпуске. В ожидании спада к половодию у спасателей добавился и пал травы. Литургия на французском. В Рязани побывали африканские священники. Финквиз для Сузов. Какие города России изображали на купюрах 90-х? Уровень подъема воды в Оке снизился. По данным МЧС, сегодня рост составил всего 7 сантиметров, и в ближайшие дни спасатели ожидают большого спада. Но в то же время работы у них меньше не стало. В Рязани начался пал сухой травы. Пожары возникли за торговыми центрами, и, похоже, это только начало. Даже при ярком солнечном свете это все равно выглядит довольно уныло. Вода кажется просто везде, и она действительно все еще пребывает. Сегодня уровень стал выше еще на 7 сантиметров и вроде бы пошел на рекорд. 587 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Но на этом, скорее всего, все. В ближайшие дни ожидается спад, причем резкий. В настоящий момент остаются подтопленными 5 низководных мостов, 7 участков автомобильных дорог, 150 приусаденных участков. Водой отрезано 6 населенных пунктов. Организовано 4 лодочные переправы. Вопросы пожарного обеспечения, медицинского, социального, материального обеспечения в отрезанных населенных пунктах организованы. Для организации перевозки людей из сел Заокска и Коростова на месте работают два плавающих транспортера МЧС России. Но широкий разлив рек оказалось еще только полбеды. Там, где воды уже нет, стала масштабно гореть сухая трава. Совсем недавно за торговым центром Европы огонь охватил территорию в 5 гектаров, за зельгросом всего гектар, но здесь как раз, судя по кадрам, снятыми нашей группой, он все еще вспыхивает. А горящая трава, как известно, вовсе не безобидна. Во-первых, она снижает плодородность почвы, а во-вторых, травяные палы, в отличие от лесных пожаров, где есть природные преграды, отличаются большим масштабом и, главное, распространяются во много раз быстрее, что очень затрудняет их тушение. С начала года зарегистрировано 44 выезда. Основной причиной таких пожаров является неконтролируемый пал сухой травы и детская шалость. Главное управление МЧС России Паризанской области напоминает населению о необходимости воздержаться от сжигания мусора, выжигания прошлогодней травы и разведения костров в лесных массивах. Уважаемые родители, проведите беседу со своими детьми, расскажите им о правилах пожарной безопасности и напомните номера пожарной охраны. С домашним телефоном 01 сотового 101. В нашем конкретном случае выдумывать причину, кажется, нет смысла. Все и так видно. Вот поэтому дополнительный домашний ликбе с детям будет мерой профилактической. И проводить его самое время. К нам в редакцию обратились жители местечка Сережина гора в микрорайоне Дашково-Песочня. Они обратили внимание на участок дороги у дома номер 4, где, по словам автомобилистов, и зимой, и летом, прямо по асфальту с разной силой течет ручей. Все обращения в коммунальные службы сегодня остались без ответа. Возможно, пока специалисты просто не разобрались с источником этого водного потока. Хотя, если это действительно прорыв водопровода, можно только представить ежедневные убытки водоканала. Наша съемочная группа побывала на месте утечки. Учитывая сезон, все выглядит не так уж печально. Тем не менее, есть ощущение, что коллектор где-то действительно забит. Мы просим городские власти обратить внимание на эту ситуацию. В Рязани прошел финансовый квиз. Интерактивный опрос в виде теста или викторины для студентов городских колледжей и лицеев. Ребятам предстояло ответить не только на вопросы о финансах и экономике, но и про кино, сериалы и литературу. Как прошел квиз, знает Валерий Седов. Изображен Геославом. Но раньше, в 1995 году, на банкноте этого номинала был изображен совсем другой город. Его изображение мы можем видеть на деньгах и сейчас, но уже на купюре, выпущенной Банком России в 2017 году. Зовите этот город. Это один из первых вопросов финансового квиза из категории банистика. Задача участников угадать название города. Ну или точно его знать. Если правильно, плюс балл. По окончанию раунда правильные ответы. В вопросе с купюрой правильный ответ Владивосток. Именно он был изображен на тысячерублевке до 95-го. Всего в раунде шесть вопросов, а самих раундов пять. Мы предполагаем, что финансовую грамотность лучше... Ну, надо сочетать информацию, которая подается в виде лекционном и в игровом формате. Мы уже пробовали разные виды таких игровых форматов и квизы мы тоже уже проводили. Это новый квиз, вопросы в котором будут совмещать в себе и литературные погружения, и кинематографические какие-то вопросы. Финансовый квиз такого плана сотрудники Банка России проводят впервые. Участником мог стать любой желающий. Достаточно было зарегистрироваться на платформе. Набралось аж девять команд, по шесть человек в каждой. Все ребята – студенты СУЗов, включая областные. Везде, везде затащим. Смотрите, мы какие все умные. Вопросы квиза упираются не только в финансы. Есть категория кино, литература. В общем, студенты могут блеснуть эрудицией. Понять, например, есть ли в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита. Признаки мошенничества». Вспомнить, какой аксессуар был в моде у россиян в 2020-м и который попал в расчет инфляции. И дать как можно больше правильных ответов. По итогу квиза победителем стала команда из Рязанского политехнического колледжа. Но звание чемпиона обещает быть недолгим. Судя по тому успеху, который был в библиотеке имени Горького, вторая игра не за горами. В один из весенних дней перед прихожанами Вознесенского храма в Рязани предстала необычная картина. Божественную литургию здесь провели сразу на трех языках – церковнославянском, английском и французском. А все потому, что богослужения совершали священнослужители Африканского экзархата Русской Православной Церкви из Нигерии, Центральноафриканской Республики, Камеруна и Мадагаскара. Для самих священнослужителей и гостей Жаркого континента эта литургия стала частью богослужебной практики, которую они проходят в России. В настоящее время действует несколько программ духовного образования для африканцев. На континенте 54 независимых государства, и нужно немало усилий, чтобы охватить пастырским служением всех верующих. С этой целью при Московской Духовной Академии открыли онлайн-курсы, где в настоящее время обучаются около 200 клириков патриаршего экзархата Африки. Современные технологии в этом плане оказываются большим подспорьем, но поскольку очное образование все же более совершенное, организуется и такая форма обучения. Наравне с полноценным образованием, включающим семинарские знания и изучение русского языка, организованы краткосрочные пастырские курсы. Распространять православную веру в разных городах Нигерии, помогать людям оглашенным, новообращенным, чтобы правильно усвоить православную веру и объяснять тем африканцам, кто не понимает. Разные народы, разные языки, разные традиции, но единство в главном и взаимопонимании. Православная вера позволила преодолеть все преграды, вспомнить о том, что в церкви исчезают разделения и, по словам апостола Павла, уже нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвары, скифы, раба, свободного, но все и во всем Христос. Для прихожан такая служба события необычная и важная. Мы знаем, конечно, о верующих других странах, мы читаем об этом, мы видим, как Господь сегодня дает вести миссионерское служение на Африканском континенте и сколько Господь дает своей милости и благодатных даров, чтобы как можно больше людей узнавало имя Христова и истинную веру. В свою очередь гости поделились впечатлениями о пребывании в России, мыслями о православии, об опыте, полученном ими в братском общении с верующими за тысячи километров от дома, отметили доброжелательность и гостеприимство русского народа. И от лица всех моих африканских братьев я могу сказать, что двери Африки открыты для всех наших русских братьев. Не меньше впечатлений было и у рязанцев, пришедших в этот день в Вознесенский храм. Участие в таком богослужении для любого верующего человека бесценный духовный опыт, потому что ты слышишь знакомые молитвы на разных языках и чувствуешь вот это единство во Христе людей разных национальностей, разных культур. И ты понимаешь, что вот эти священники, которые сегодня служат в нашем храме, завтра, но в ближайшее время будут совсем в других странах. Очень здорово, очень необычно. Это, во-первых, такой непривычный опыт послушать службу на английском и французском языке. На французском, сразу говоря, я ничего не поняла, но на английском даже уже начинаешь понимать и интересно. Мне показалось, что для новоначальных будет даже интереснее и проще понимать на английском языке, чем на русском. Очень здорово было. Другой язык – это как другой еще неопознанный мир, целая вселенная. И тоже точка для огромного роста. Это очень полезно. Несмотря на отличия в укладе жизни и другие особенности, опыт такого богослужения и общения наверняка будет не только интересен, но и полезен гостям. И можно надеяться, что они с теплом будут вспоминать этот день, находясь уже в своих приходах в Африке. Выставочный зал «Артрум» представляет отчетную выставку художественных работ, обучающихся детской художественной студии «Пчелка», приуроченную к году педагога и наставника. Студия работает при Рязанском художественном училище имени Вагнера с 2006 года и обусловлена необходимостью непрерывного образования от детской студии до поступления в среднее и высшее учебное заведение. В детской художественной студии «Пчелка» проходят занятия с детьми от 5 до 15 лет. Преподаватели развивают в учащихся самостоятельность практической и творческой деятельности, развивают воображение и мышление ребенка, формируют благоприятную среду для воплощения идей. Занятия с учащимися проводят преподаватели специальных дисциплин училища имени Вагнера. И это хорошая подготовка для тех, кто желает связать свою жизнь с искусством. Преподаю я в «Пчелке» уже третий год. Мне это очень нравится. В «Пчелке» у нас работают три педагога, ведущих. Я рада этому проекту, я рада этой выставке, потому что работы, они вдохновляют не только преподавателей, но и всех зрителей. В выставке приняли участие 165 юных авторов. В залах представлены работы на разные темы и жанры. От простых предметов, растительных элементов маленьких художников до сюжетных патриотических фигурных композиций, портретов, изображений интерьеров и пейзажей в линейной и воздушной перспективах. Тематика работ неразрывно связана с историей искусств. Учащиеся познают живописные и графические приемы Древнего Египта, Древней Греции, архитектуру и традиции Древнего Рима, основы китайской живописи. На выставке представлено около 300 произведений по живописи, графике, станковой и декоративной композиции, которые выполнены учащимися за последний учебный год. В экспозицию также вошли произведения руководителей детской студии. До 14 апреля можно будет посмотреть. На этом у меня все новости к настоящему часу. Больше на сайте телекомпании и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и первыми узнавайте о событиях города. Я же прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова